Убаревича, Башидзе, Баневура, Гульбиновича, Лазо, Луцкого, Нейбута, Суханова. Эти улицы Владивостока носят имена революционеров, которые боролись с интервентами и белогвардейцами на Дальнем Востоке. Долгая и кровопролитная гражданская война в нашем регионе закончилась 25 октября 1922 года. В этот день рано утром войска Народно-революционной армии Дальневосточной республики под командованием Иеронима Убаревича без боя вошли во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск покинули город за два часа до вступления революционной армии. Однако на отдаленных территориях бои и стычки продолжались аж до 1925 года. В 1918 году на один только Дальний Восток бороться с германно-большевистским заговором отправляются 70 тысяч японцев, 12 тысяч американцев, дивизия российских поляков, несколько батальонов сербов и румын, китайцев, итальянцев и французов. Владивосток стал главной базой интервентов. Их было около 200 тысяч. Дальсов Нарком объявил край на военном положении. Началась партизанская война. Жители массово побежали из Приморья. Из книги Элеонора Прей «Письма из Владивостока. 20 октября 1922 года». «Позавчера, после того, как ТЭД в половине четвертого пришел домой и мы пообедали, я вышла, чтобы пройтись и посмотреть, как выглядят улицы. И телега за телегой ехали по Светланской, груженные чемоданами, коробками и домашним скарбом. А иногда в самом верху в каждой – женщины и дети, иногда с домашней собачкой. Это было одно из самых печальных зрелищ, которые мне только приходилось видеть. Все они бежали, спасая жизнь на суда, чтобы выбраться из этой страны, где они родились и которые многие из них уже никогда не увидят». Интервенты оставили о себе кровавую память. Летом 1919 года карательный отряд дотла сжег село Новицкое в Приморье и расстрелял десятки стариков и детей. Такие же зверские расправы совершили в Казанке, Гордеевке, Сергеевке, Степановке и других селах и городах. Завоеватели массово разграбляли край, вывозили золото, рыбу, меха, лес, сырье. Около 600 миллионов рублей золотом составили убытки Дальнего Востока после оккупации. «Если бы Приморье было географически отделено, как остров Тайвань от материковой части России, то возможно, что белая государственность была бы там сохранена. Просто физически их подавить не смогли бы. Но Приморье было материковой частью России и, конечно же, большевики никогда не допустили бы существования антикоммунистической белой России рядом с ними». Переломным моментом гражданской войны на Дальнем Востоке стал бой под Волочаевкой 12 февраля и освобождение Хабаровска 14 февраля 1922 года. Но чтобы освободить Приморье понадобилось еще несколько месяцев. «Зарядить нынешнее поколение той энергией и энтузиазмом, который царили в Приморском крае во времена Гражданской войны, и напомнить о совершенном нашими предками подвиге – призван культурно-исторический проект, который развернулся сегодня в Адмиральском сквере». «Сегодня здесь настоящий праздник – концертная и театрализованная программы, представления и несколько выставок. Разговоров о политике нет, только дань уважения к историческому прошлому России». Эти дни не смолкнет слава, не померкнет никогда. Партизанские отряды занимали города. Эти слова из марша дальневосточных партизан, написанного еще в начале Первой мировой войны, до сих пор учат в школах на уроках истории Приморья. А часы на здании Владивостокского главпочтамта каждый час вызванивают его мелодию. И пусть революция прогремела сто лет назад, память в истории города она оставила навсегда. Светлана Садовая, Евгений Апарин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.